В середине XIV века в Италии зарождается новая культура – культура Возрождения, которая в раннее новое время распространилась по всей Западной Европе. Это была городская культура, расцвет которой был связан с развитием городов-государств и античным наследием. Эпоха Возрождения, когда развивалась эта культура, продлится до середины XVII века. Первые полтора ее столетия называют ранним Возрождением. В XIV веке в богатых городах Италии появились люди, называвшие себя любителями мудрости. Они были хорошо образованы и считали, что античность можно считать золотым веком, когда процветали науки и искусство. Люди были доблестными и мудрыми. А потом, думали они, пришли варвары, готы, и воцарилось невежество и жестокость. Варвары забыли прекрасную латынь и стали говорить на грубых наречиях. И вот теперь настало время возродить золотой век и соединить его античную доблесть с христианской верой. В свое время любители мудрости назвали эпохой Возрождения. Они изучали латинские и греческие языки, разыскивали античные статуи, переписывали и изучали античные рукописи, тратя на это свободное время и деньги. Они подражали героям и философам Древнего Рима и Греции в поведении и даже в одежде. Среди них были люди разных сословий и занятий. Но поначалу любителей мудрости было немного. Они поддерживали друг друга, переписывались, объединялись в кружки. Любители мудрости считали период между античностью и временем своей жизни и темным провалом в истории. Мы знаем, что это не так. Книги Данты и стихи Трубадуров, готические соборы, учения Фомы Аквинского не менее прекрасны, чем книги Гомера, храмы Акрополя и философия греков. Они не лучше и не хуже. Они другие, но хотя для многих любителей мудрости был один идеал красоты и довлести, античность, развивалось и другое направление, новые мысли, больше связанные с жизнью и непосредственными задачами своего времени. Мыслители Средневековья постоянно размышляли о Боге и Божественном мироздании, занимались познанием Божественного. Любители мудрости стали изучать не только Библию, труды отцов церкви и книги античных писателей. Они все больше интересовались прошлым и настоящим своего народа, его нравами и обычаями, текущими событиями. Главное в сочинениях новых ученых – это интерес к человеку, к его земной жизни. Свои занятия они называли по латыни студия хуманитатис – познание человеческого. Отсюда и второе название любителей мудрости – гуманисты. Их воззрение стали называть гуманизмом. Эпоха Возрождения – это эпоха гуманизма. Гуманисты создали новое учение о человеке. Человек считали они – это лучшее и главное создание, венец творения Бога, которого они нередко отождествляли с природой. Они считали, что человек может и должен добиваться величия и счастья уже в земной жизни. Наградой ему, как учили гуманисты, было не блаженство на небесах, а слава среди современников и потомков. Господь помогает именно таким людям. И их успехи – свидетельство милости Бога к тому, кто активно проявляет свои лучшие возможности. Идеал гуманистов – универсальный человек, то есть такой, который достиг совершенства во всем – физической силе и красоте, философии и других науках и искусстве, воинском мастерстве и во многом другом. Гуманисты утверждали, что человек должен стать хозяином своей судьбы. Господь предоставляет людям свободу выбора пути и помощь. И только от человека зависит, возвысится он до существа почти божественного или упадет ниже скотов. Природные способности подобны зернышку, они заложены в нас при рождении. Величие и успеха достигают только тот, кто день за днем неустанно взращивает это зернышко, учится, трудится над собой, воспитывает и закаляет свой дух. Поэтому гуманисты, которые обычно были людьми деловыми, служили при правителях, торговле и т.д. Все свободное время посвящали студию «Хуманитатис» и созданию собственных научных трудов по истории, поэзии, философии, другим наукам. В феодальном обществе благородными, то есть лучшими людьми считались те, у кого были знатные предки. Гуманисты заявили, что благородство не зависит от происхождения. Благороден тот, кто воспитал свою душу образованием и размышлением над возвышенными предметами. Первым гуманистом называют итальянского поэта Франческо Петрарко 1304-1374 года. Учеником и последователем Петрарки был писатель и ученый Джованни Бокаччо 1313-1375 года. Лучшее и самое известное произведение Бокаччо – «Декамерон». Книга, состоящая из ста новелл. В новеллах Декамерона, шутливых и серьезных, грубоватых и утонченных, ярко и увлекательно изображен повседневный мир Италии XIV века. Благодаря Петрарке, Бокаччо и их последователям авторитет гуманистов необычайно возрос. Знатоков античной словесности приглашали читать лекции в университеты, назначали на высокие должности. Гуманиста Томмазо Перетунелли, сына Сапожника, избрали папой римским. В XV веке центрами культуры раннего возрождения стали Флоренция, Милан, Венеция, Неаполь и Рим. Позднее из Италии идеи гуманистов распространились в другие страны Европы. В Средние века каждый человек должен был занимать свое место в зависимости от знатности богатства занятий. Теперь же в центре внимания оказалась личность человека, его индивидуальные неповторимые свойства и переживания. Уже с раннего возрождения в Европе начался расцвет искусства. Живопись, скульптура и архитектура возрождения проникнуты идеалами гуманизма. Художникам стал интересен реальный человек в его земной жизни. Широкое распространение получает живописный и скульптурный портрет, индивидуальный или семейный. Благодаря таким портретам мы знаем, каким был реальный облик многих известных людей того времени. Используя светотень, художники достигают в изображении фигур и предметов ощущение объема, разрабатывают перспективу, их внимание привлекают яркие характеры, глубина и силы человеческих переживаний. Самый замечательный живописец раннего возрождения – флорентиец Боттичелли, 1445-1510 года. Наиболее известны картины мастера «Весна» и «Рождение Венеры», которые пленяют нежностью и изяществом. Менялась архитектура итальянских городов. Готический собор, вытянут по вертикали, он устремлен вверх, к Богу. Город Возрождения горизонтален. Архитекторы строят здания новых типов. Городские дворцы, многоэтажные палацци, загородные виллы, купеческие особняки, университеты, госпитали. Эти строения более просторны, комфортабельны, созданы для удобства человека. Начиная с раннего Возрождения, художники и архитекторы стали пользоваться огромным уважением. Честь приглашения итальянских художников к своему двору оспаривали папы римские, короли и правители городов Италии.